Добрый вечер, отец Вячеслав, приятно побывать у вас в храме. Очень интересную тему вы подняли на молитвенном завтраке, она очень заинтересовала многих, и нашу компанию тоже. И очень хотелось бы, чтобы вы рассказали поподробнее о той деятельности по вековечнию памяти, которую ведете лично вы и друзья из Байк-клуба. Эта деятельность очень длительная по времени, и она принимает разные формы. Если говорить о мотоциклистах, то сам клуб существует, ну, относительно недолго, там, 7 лет. Но формировался корпус людей, неравнодушных к истории и войне, где-то лет 10. Так значит, они сразу подружились с мотоциклистами и сразу. Да, сама поисковая деятельность где-то у меня четверть века занимает, 95-го года я отсчет веду. Вы уже в сане были? В первых захоронений. Нет, еще вот я еще не был в сане, я был студентом семинарии, но уже тогда я занимался храмом, который находится при фронтовой полосе, настоятелем до сих пор я являюсь. Чуть позднее принял сан священный. Но с тех лет уже вот конкретная работа по поисковой деятельности, по выковечению памяти. А откуда это вот такое ваше хобби или любовь, или что это такое? Вы имеете поисковую деятельность? Ну, там, где я служил и служу, там невозможно не быть причастным. Нельзя быть безучастным или что-то будет не так. Потому что леса наполнены останками солдат. Это позиционная война в течение почти трех лет. Это брутальные такие столкновения, это несколько операций по деблокаде Ленинграда, там, Тресинявинских, отдельно Карбусельская операция, Мгинская операция, там, отдельно Любанская операция. Это чудовищные потери. И, конечно, ну, невозможно не быть причастным к этому, если ты, там, честный священник и христианин. Вопрос захоронения, там, останков врагов. Вопрос увековечной памяти наших частей, отстрелянных до последнего солдата. Все это такие важные вопросы, которые встали передо мной. Но в анамнезе, как врачи говорят, у меня ведь отец-фронтовик. У меня же вот эти истории, которые он неохотно, только, там, выпив с друзьями, мог озвучивать. Настоящие фронтовики, прошедшие, там, кровь в шеи, грязь, мрак от этой войны, они уходили от вопросов. Но вопрос, как это было, что это было, да ужас был. Вот ответ фронтовика. Поэтому я был подготовлен уже вот своим детством, своим отцом. И когда вдруг Господь вот так вот поставил перед тем, что надо что-то делать с этими солдатами, то, конечно, ответ был ясен. Надо хоронить, надо заниматься вековечной памяти. Чем я и занимаюсь. Скажите, ну, это все-таки, будем говорить так, гражданская инициатива. Это захоронение, вековечение. Разве это не государственное дело? Ведь они же отдавали жизнь за страну. Слушайте, ну я говорю вам теперь уже как государственный человек. Потому что я член общественной палаты нашего субъекта, федерации я занимаюсь не как священник, например, а как гражданин этим вопросом. Но честно скажу, что вопросов очень много государству. Очень много. Мы заполняем целые такие лакуны, белые пятна по историографии. Были неудобные темы, были запретные темы, которые только сейчас мы, например, поднимаем. Ну, не связано там с большим каким-то преступлением, там государства. Но, например, вопрос религиозности солдат на фронте. У нас-то война, вот она в окопах. Можно все, что угодно ожидать, но находишь икону, блиндажи, находишь у них нательные крестики, зашитые там образки, которые там сточены, закамуфлированы под монетки. Есть там такой момент, вот находишь сапоги солдата, поисковая такая вот методика. Разрывается он до каблука, каблук приподнимается, и там между стелькой и каблуком, там ниша. Вот там может быть записка. Там очень часто находят крестик нательный. Вот, например, такая ситуация. И так далее. Взбитый летчик. У меня музей есть, там есть. Взбитый летчик, вот, ну, все, что угодно можно у него найти. Взбитый летчик, разведывательный полет. У него документов почти ничего нет. Подмосковье подняли. Но у него рукописные иконы в планшете. Причем разные люди рисовали, разные руки. Зачем, почему? Проигравший дуэль снайпер наш, так его и не нашли во время войны. Сейчас нашли наши поисковики, университетский отряд. Ну, казалось бы, у человека, идущего убивать, ну, что он можно найти в кармане. У него Евангелие лежит. Блиндаж на Волховском фронте. Впереди наших окопов. Камуфляж белый. Зимний период. Закамуфлировали трубу выходящую. Там маленькая буржуйчка в блиндаже. А к нашим позициям написан образ Божией Матери яркими красками. То есть, ну, вот, как бы наши видят, что это, так сказать, под покровом Божией Матери, там, наши в блиндаже сидят в дзоте. Вот. Вот таких находок очень много. Это одна там тема. Но государство что не сделало? Ладно, бог с ним, там, религиозность была под запретом. Бог с ним. Неувиковечены целые исторические такие сражения, целые пласты. Там, 41-й год мы отступали, но мы дали несколько образцовых боев немцам на подступах к Ленинграду. Вот такое молосковецкое танковое сражение, когда в течение пяти дней устраивали засады, артиллерийские засады, танковые. Наша одна танковая дивизия и две немецких. И еще наша первая дивизия ополченцев. Пять дней мы сдерживали две дивизии, рвущиеся, прошедшие Лужский рубеж, идущие через Кингисепп на Ленинград. Но эти пять дней не зафиксированы, а они исторические. Мы на пять дней, каждый день на учете был. Пять дней одна дивизия, две дивизии блокировала, не пускала. И самое, что интересно и промыслительно, вот в центре этого плацдарма, ставшего прообразом будущей Курской дуги, великого танкового сражения, плацдарм окружен десятью деревнями примерно. Но в центре маленькая деревня с таким профетическим названием Курск. Можете себе представить? 1941 год. Как будто как Господь что-то нам предвещает, говорит, что еще мы отыграемся. Но это ладно, тоже лакуны. Самая главная претензия. Есть федеральные законы, которые устанавливают статус воинского захоронения. Два федеральных закона. Нельзя трогать, нельзя копать, нельзя переносить. Только в исключительном случае. А этих фактов очень много. Когда переносят? Когда не то, что не переносят. Когда срывают, закапывают. Передвижные полевые госпитали имели свои участки захоронений. Где они? До сих пор не озвучены. Эти ППГ, они имели свои кладбища воинские. В Колтушах, например, там был передвижной полевой госпиталь. Туда доставляли ребят, которые воевали в составе 330-го стрелкового полка, в котором воевал Владимир Спиридонович Путин. Это его однополчане. 800 человек туда были доставлены. Где они? А старожилы говорят, да, сбрасывали в котлован землю, равняли, нивелировали, кости видели. Это героические защитники. Каких очень много. Устраивают песчаные карьеры на месте полковых захоронений. Передовая до сих пор не мемориализирована. Еще в 60-е годы был поставлен вопрос. Мемориальная зона, которая должна стать таким трендом Петербурга, Ленинградской области. Но нет такого города в истории мира и человечества, как Ленинград. И бои на поступках к Ленинграду – это величайший интерес и туристический, и паломнический, и исторический, и патриотический. Но это фантастический запас знаний. Эта мемориальная зона до сих пор не утверждена. И у нас на Синявинских высотах 200 гектар отданы под птицефабрику. И когда строили, снимали слой фронтовой. Я знаю человека, который просто поставил ребят под бульдозеры, и они просто выхватывались под ковшей. Огромный ангар, военно-археологический музей. Я спросил, сколько лет вы собирали это? Полгода, говорит. Из-под ножей бульдозеров на Синявинских высотах. Ну как так можно поступать? Или там плана создания мусорного полигона. Ну это государство. Но как государство, если там лежат ребята, которые защищали это государство? Нельзя же их завалить мусором. Таких вопросов очень много. Очень много вопросов, связанных с легитимностью. Например, вот сейчас мы стараемся, есть такое понятие низовой мемориализации, народной мемориализации. Вот мы выезжаем, ставим указатели, информационные щиты. Ребята-поисковики сами рубят стилизованные часовни и памятники на месте боев. Но вот часовни это на 2 на 2 обращаются к властям. Разрешите нам. А власти говорят, это земля лесного кодекса. Обращаемся к лицевикам. Они говорят, берите в аренду 2 на 2 и ставьте, что хотите. Но никому эта земля не нужна. Эта часовня единственное, что увековечивает, я не знаю, там их с десяток я осветил по Ленинградской области. Единственное, что увековечивает исторические бои. Но государство ничего не сделало. Делает народ. И все равно народу то же самое государство говорит, берите в аренду и ставьте свои памятники. Кому памятники? Нам же памятники, нашим же отцам и дедам. И вот вопрос легитимизации, например, этих знаков, введения их в правовое поле с таким понятным «не трожь». Это священное. Это, например, вопрос, который я поднимаю в общественной палате. Вот у нас будет большое мероприятие, посвященное этому. Находят это понимание у всех людей. Потому что вот на молитвенном завтраке мы были, и я смотрел, люди уже рассеяны, уже устали, уже много часов, уже все, кто-то зевает, смеются, разговаривают. Но пошли кадры с войной, пошли кадры с этим. Я наблюдал за залом, все выстроились, все вытянулись, потому что война коснулась каждой семьи. У всех это в анамнезе, в памяти есть. И я смотрю, ну все, все, зал выстроился, он на одном дыхании смотрит. Поэтому война никого не оставляет равнодушным, и вопросы многочисленные нужно решать. Очень простой вопрос. По федеральному закону. Нашли солдата, надо увековечить его имя. То есть в камне или в металле высечь. Желательно на месте его погребения. Ну вот я строю храм, посвященный нашим солдатам, павшим в Синявинских операциях, на станции Апраксин. Я поднимаю вопрос перед администрацией. Находится честный человек Николай Васильевич Михайлов. И он говорит, да, конечно, это и меня, я на пенсию не могу уйти. Конечно, надо увековечить. Мы не увековечили 2700 с лишним имен. Я говорю, пожалуйста, храм в вашем распоряжении. И то, что не сделало государство, делает церковь. 2700 имен, которые должны были быть в камне и в металле, на местах, где покоятся эти ребята, найденные, не как предатели, не как перебежчики, а на передовой. Это герои войны. Мы увековечили на стенах храма. Внутри и снаружи, например. А государство не сделало. Ну вот, таких вопросов много. Вопрос порядка на захоронениях. Вот курсанты 2-го батальона Новопетергофского училища погранвойск. Исторические бои сдерживают рвущихся к красногвардейску гатчине немцев. Вот их братская могила. Большие борницы деревни. Три раза ремонтировали эту могилу. И каждый раз, за каждым ремонтом, исчезали имена с плит. Ну, а зачем? Невыгодно. Ну, неудобно же там прописывать, там всё. В Австрии, где-нибудь в горах, австрийцы, не знающие кириллицы, обветшавшие наши буквы на наших воинских могилах, пытаются восстановить. Наша «и» греческая, заменяя на латинское «н», потому что они не знают такой буквы. Австрийцы, крестьяне, в горах где-то. А у нас, вот этот 2-й батальон, оставили только майора Золотарёва и ещё 9 имён. Хорошо. Мы приезжаем и спокойненько прикручиваем щит на ограду этой могилы, на монтажных стяжках, где 200 ребят поименованы все. Кто они были? От курсанта до учителя физкультуры в училище. Все они поименованы. Почему они исчезли? Вот это не должно быть такое. Или там Русско-Высоцкая. Всем известный населённый пункт. На развилке дорог стоит стела. Слава героям. Каким героям? Мы приезжаем и прикручиваем щит, где тоже несколько десятков имён ребят, которые погибли там. Это известно, да, что они там? Ну, конечно, мы изучаем этот вопрос. Нельзя просто обезличкой заниматься. Это конкретно. Это артиллеристы, которые в доте вызвали огонь на себя. Это танкисты, которые сгорели в танке. Это лётчики, которые спикировали и подожгли немцев. Все они конкретные ребята, конкретные имена у них. Вот этим мы занимаемся. И это наша такая вот задача. А где вы знания получаете? Ну, информацию об именах, о именно боях. Это открытые источники? Ну, сейчас очень много открывается. Хотя вот нас беспокоит сейчас решение Министерства обороны закрыть опять фонды, закрыть архивы. И многие, так сказать, вопросы останутся так и невыясненными. Но надо признать, в последние годы очень много оцифровывалось, очень много открывалось. Конечно, сидим в базах, сидим в архивах. У меня целое сестричество. У меня девочки образованные, умные, талантливые сидят и изучают документы. Я начинал работу с ними. Они не понимали, что такое СД. Стрелковая дивизия. Аббревиатур не понимали, военного дела не знали. Сейчас многие из них сделают наших офицеров штабных по знанию военного дела. Поднимают истории целых частей. Мы сейчас готовим книгу, еще, может быть, надо год-два работать, по 50-му батальону аэродромного обеспечения. Мужики в тужурках, в комбинезонах, механики, заправщики, те, кто маскировкой занимались, ротосвязи, охрана, повара. То, что обеспечивает жизнь летчиков. Вот их исторический бой около моего храма. Малюсенький эпизод, который оказался серьезной страницей обороны Ленинграда, за которую получил орден командир батальона. И дальнейшая история, история плена офицеров, история их побегов, там все это потрясающе. А вот маленький батальон, в принципе, и даже не стрелков, а мужиков, извиняюсь, в фуфайках, которые приняли бой, которые держали до последнего обороны, которых потом и убрали, и убили, и в плен. Это целая летопись войны разворачивается на одной части. Вот несколькими такими частями мы занимаемся, и работаем в архивах, изучаем, и постоянно идут запросы со стороны. Найдите судьбу этого, этого, решите вопрос с этим и так далее. Вот этим занимаемся мы, поисковики, круг вопросов большой, круг людей маленький. Раньше была какая-то ассоциация, вообще российское поисковое движение. Какая судьба? Вы, наверное, участвуете в этом? Попыток создать какие-то ассоциации или объединения, или союзы было немало. Но, честно скажу, обычно это какие-то директивы сверху. Людям не нужны искусственные союзы. Люди и так знают друг друга. Вот, честно скажу, поиск ведь это не со щупом, только по болоту ходить. Прежде чем ты выйдешь со щупом на болото, надо знать, где были наши позиции, где немецкие, что там происходило, а есть ли смысл ходить со щупом. Поэтому работа начинается в архивах, работа начинается с документами, прежде всего. Со щупом там ходят трофейщики, те, кто мародеры, которые собирают просто военную археологию и потом продают. На удельные или где-нибудь там. А настоящие поисковики это прежде всего исследователи, это ученые. Может быть с маленькой буквы, но тем не менее это люди, которые занимаются этим. Вот, и этим заниматься надо. Это, безусловно, такая серьезная работа. Вы говорите, что как вам показалось, что активность этих ребят, которые байкеры, как-то возникла неоткуда. И они сегодня, уже 7 лет, вы говорите, сотрудничать с байклубом, являются чуть ли не авангардом этого всего движения. Как вы друг друга нашли? Слушайте, ну я выступал просто, так получилось, что в мотосообществе есть люди, которые занимаются ретро-техникой военного времени. И это было то звено, когда я вдруг увидел, что оказывается, слушайте, а мне надо вот, например, ездить, поминать наших людей, павших за рубежом. А как едет? На машине? Ну, я объездил Европу всю долю поперек. Но машина это не то. На автобусах едет? Ну, проводят скучным, так сказать, взглядом безразличным, это у Кавалькада автобусов. Но если едет Кавалькада мотоциклистов, все смотрят. Это президентский эскорт, так называемый высокий протокол. И я вышел к мотосообществу, да давайте съедем вот так вот. Ну, давайте. И в 2011 году мы поехали так, и это была колонна в 70 мотоциклов, полиция Германии сполошилась, местные подключились, байкеры. Все все поняли, что это миротворческий проект. И президент ФРГ, который приезжал ко мне на мой деревенский приход до этого, и скоропалительно сказал, ну, приезжайте, если поедете в Германию ко мне. Он понял, что на за базар надо отвечать. И он пригласил нас к себе. И это была народная инспекция. Мы проехали по нашим захоронениям, и все видели. Это очень зримый такой образ. И я понял, что моими союзниками в деле привлечения внимания в деле в таком вот увековеченне общественном, конечно, моими союзниками будут ребята на мотоциклах. И вот стал предлагать разные проекты по области. Обычно со мной ездила приходская команда. Вот тех же девушек из сестричества. На мотоциклах? Мои прихожане, кто готовил пищу, потому что ребятам накормить, чаем напоить, кто вез венки. Надо же не просто приехать там с протушками, мы совершали церковные поминовения, то есть певчие с нами ехали. Ну и целая команда. И рано или поздно, конечно, из ребят, из среды байкеров вышли люди, которые сказали, слушайте, ну вы все делаете для нас. Мы едем, и мы узнаем войну, историю, мы ценим это. Но не дело, что вы делаете это с приходом. Давайте мы будем помогать. Вот так сформировался клуб ОСТ. В мотоциклетном движении в байкерском не гоже себя называть комплиментарно. Придумывать себе какие-нибудь красивые имена и названия. Ты называешься так, как тебя видит оппонент или, возможно, даже противник. Вы говорите прозвища какие-то? Ну да, поэтому как бы вот, ну видели штурмовую авиацию, как ангелы ада, и эти летчики потом после войны называют свой клуб ангелы ада. Ну штурмовая авиация, она же пикирует, это как адские ангелы какие-то. Ну и так далее. Вот точно так же нас называли ОСТ. Нашим пленным нашивали эту надпись ОСТ. ОСТ – это зашифрованное имя Христа. Имя ему Восток. ОСТ – это Восток по-немецки. Вот. Это одно из библейских пророчеств о Христе. Вот. Ну и когда я прочёл проповедь Иоанна Шаховского, который служил в православном храме в пяти минутах от рейф-канцелярии, в 44-м году он сказал эту проповедь. И он сказал, что нам говорили, что это нелюди, что это недолюди, они пришли к нам с именем Христа на груди, с надписью ОСТ. Вот. То есть Германия ещё увидела, что русские – это потрясающие люди, на самом деле, через пленных. Вот. Уже тогда нам, на самом деле, зрела эта переоценка ценностей и прочее. Вот. Ну и мы названия, надшивки – всё лагерное. Вот эти винкели, которые нашивали нашим пленным в лагерях немцы, вот они, собственно, и есть те патчи, которые нашивают наши ребята. Скажите, как относятся к воинским захоронениям советским, получается, в Германии? В целом, относятся хорошо. Есть договор межгосударственный от 1992 года, суть которого вульгарно можно свести к одному. Мы даём возможность немцам перезахоранивать своих солдат у себя на своей территории, делать сборные воинские захоронения. За это немцы ухаживают за нашими могилами там. Но они ухаживают и без этого. Неоднократные случаи, когда я находил отдельные, случайные могилы наших пленных или павших солдат, они, как правило, были все ухожены. Это всё-таки, ну, европейская, христианская какая-то этика, которая видна, главенствует. Вот. Но при том, что эти могилы все защищены договором до 1992 года, договор простирается только до 8 мая 1945 года. Всё. А от ран... Люди умирали и в июле, и в августе, и в сентябре. Но они формально уже не военные могилы. Но немцы и за ними ухаживают. Но, опять-таки, вот у нас там стояла в течение десятков лет западная группа войск. Под Дрезденом целые гектары наших кладбищ, от младенцев до генералов. Люди умирали в результате инфекции, болезней, военных учений, несчастных случаев и прочее, прочее. Эти могилы никаким договором не защищены. И немцы до сих пор пытаются ухаживать за этими могилами. Но сами немцы, честные, принципиальные, спрашивали нас, ну если у вас есть 90 миллионов евро на финансирование нашей футбольной команды «Шальке-04», почему у вас нет денег на уход за своими воинскими захоронениями? Вот воинские захоронения западной группы войск существуют только потому, что немцы, ну вот, не знаю, ну вот, хоть как-то держат их в порядке. Они зарастают. Я сам видел косулю, которая ходит между могил. То есть это уже дикая территория. Но эти могилы не нужны. Ни Министерство обороны, ни Министерство иностранных дел. Только общественность. Вот мы поднимаем этот вопрос. В нашем фильме, например, мы поднимали вопрос. Как? Это послевоенные могилы. Но вот отношение к ним. Вот вопросов очень много. И вопросы мемориализации не только войны, не только героев войны, но общаться отечественников – это вопросы очень важные. Они связаны напрямую с патриотикой, они связаны напрямую с национальной идеей, они связаны напрямую с этим национальным чувством, которое мы должны воспитывать у своих соотечественников. Скажите, новый комитет есть в Государственной Думе. Он так и называется, комитет по делам ветеранов, но занимается законом о вековечении памяти погибших. Такой закон даже есть. Вот в этом комитете вы не пробовали найти, будем говорить, тех, кто думает так же, как вы, чтобы по большому счету этот процесс, эта работа была доведена до какого-то просто разумного конца. Потому что столько говорится о войне 9 мая, о нашей победе. И все делается, когда мы опускаемся на землю с точностью наоборот. Ну, я хочу сказать, что, конечно, честных и совестливых людей, чиновников, депутатов хватает, есть. Но, к сожалению, и бюрократия, и жажда денег, и вот это какое-то поверхностное, легкомысленное отношение к хозяйственной деятельности. Ну, а как, а где нам песок брать? Ну, как, если мы почти по территории, там, не знаю, почти Франция, и что, мы не найдем, где песок брать? Надо брать на передовой, там, где видны бревна блиндажные, в развалах бульдозеры снимают. Да каждый блиндаж – это музей готовый, а это все снимается. Почему это делается? Нам нужен песок. Да если бы тогда бы эти мужики, там, не легли костьми, песок бы добывали другие дяди, вот в чем дело. Вот почему это не понимают люди? Я не понимаю. Власти, там, иногда начинают изнемогать. Ой, а где же нам найти, там, деньги на гробы, там, на все, на пятое, десятое? Слушайте, дошло до того, что почетный караул воинский на захоронениях торжественном, на Синявинских высотах, делает выстрел щелчком. Щелк, щелк, щелк. Ребята подходят, спрашивают, в чем дело? Командир говорит, а мне отчитываться за каждую гильзу, за каждый патрон. У меня нету их. Ну, ребята говорят, слушайте, мы вам, вы бы сказали, мы вам купили бы этих патронов. Но эти мужики, они заслуживают того, чтобы воинские почести, троекратный выстрел был сражен. Что вы устраиваете, какую-то карикатуру? Это не шутка, это правда. Три раза щелкнуть и считать, что ты отдал воинские почести? Что тебе паршиво этот патрон не купить? Надо отчитываться. Ну, неужели мы такие бедные? Мы бедные не на патроны, мы бедные на память. На совесть, которой не хватает этого. Но вот, когда сталкиваешься с этим, понимаешь, что все эти расхожие слова и просто штампы, которые слышишь, они упираются в это. Не знаю, мне это странно. Скажите, вот на чем бы ваше сердце успокоилось? Как должно выглядеть идеально, наверное, это дело отдания почестям, воинам, ну и вообще память о тех, кто положил свою жизнь за страну, за людей, за отечество? Ну, я скажу сразу, что никогда не будет достаточно нам совершения памяти. Они всегда будут требовать большего. Как в том стихотворении Роберта Рождественского о маленьком человеке, который ушел на большую войну, а потом не хватило гранита по всей земле, чтобы поставить ему памятник. Поэтому это все равно остается таким, такой болью и вечным желанием сделать больше еще для них. Они этого заслужили. Но я честно скажу, по сравнению, например, с югом страны, я имею в виду, например, такие комплексы, как Прохоровское поле, как памятники Белгородской области. У нас на северо-западе мы ничего не сделали. Знаковые страницы войны, знаковые места. Невский оборонительный плацдарм. По статистике необратимых воинских потерь, наверное, самое кровавое место на земной поверхности. Снявенские высоты. Гайтолова, Тортолова. Линия фронта, которая 200-300 метров в течение трех лет почти двигалась, и там 300 тысяч лежит. Мы ничего не сделали. Абсолютно ничего. В качестве примера, вот братская могила, которую мы сделали у того же храма в Апраксине в честь Александра Невского. И то не давали делать. Когда я в своем деревенском храме говорю, вот у меня есть павшие красноармейцы, останки, поисковики мне приносят их, давай я тебя перед западным входом в храм похороню. Нет, не надо. Нам не нужна лишняя могила. Почему лишняя? Почему лишняя? Ну, я буду ухаживать. А вдруг с вами что-то случится? Что с нами случится? У чиновника мысль такая, что ему надо будет тратить деньги на лишнюю могилу и прочее. Но вот все-таки продавили мы это. Помог Газпром. Помог Алексей Борисович Миллер. Честь ему и хвала. Продавил это. И мы сделали вот эту образцовую могилу. На четыре стороны света лежат в гробах, как я написал эпитафию, я сам писал, 129 известных солдат. Я написал, что их судьбы известны народу, их подвиги известны Отечеству. Ну, а их имена известны Богу. Вот. 129 известных солдат. И на этом красивом памятнике с барельефами, которые сделаны по фотографиям фронтовым в бронзе, стоит бронзовый Александр Невский с крестом и мечом, гордый за своих потомков, которые стали такими же защитниками своей земли. Вот образцовая могила. Что мешает, если это сделали попы вместе с теми же, пускай, топ-менеджерами? Ну, почему власти не могут с теми же топ-менеджерами договориться о том, чтобы увековечить должным образом, сделать там, не знаю, Невский плацдарм сделать образцовым? Сколько проектов было? Ни один не реализован. Или Синявинские высоты. Все, что делается, например, аллея такой славы, где монументы от регионов стоят на Невском плацдарме, это все делали энтузиасты. Это все делал, начинал фонд защитников Невского плацдарма, который у меня здесь в храме базируется. Он здесь находится. А сейчас находятся люди, которые говорят, это я сделал, это моя аллея, это мой проект. Чиновники там себе это приписали. Когда там от некоторых регионов добивались, ну поставьте, ваши же умирали. Я не буду эти регионы называть, мне не хочется никого стыдить. Но даже далеко не надо ходить, а регионы здесь, в России, близко. И нет, нет, мы никак, мы не можем. А когда уже ставили, то гордились, потому что действительно это потрясающе. Но начиналось все с низовой мемориализации. Начиналось от народа. Этим важна память, этим важна, собственно, такая низовая мемориализация. Есть замечательные изыскания по вопросам памяти. Я занимаюсь не только практикой, но и теорией. Есть замечательный такой слой ученых и, наверное, ведущий такие работы француза Пьера Нора, такого ученого. Он исследовал феномен памяти. И вот он противопоставил память истории. Он сказал, что история ищет аргументации, фактов, история дезавуирует какие-то моменты. А память переводит воспоминания в разряд священного, табу. Не прикасайся, не трогай. И вот феномен памяти, он, конечно, важен. Именно память заполняет по-настоящему историю. Сама история не родит ни о чем. Ну, нет, ну, дайте мне полковые журналы, дайте мне статистику потерь. Тогда говорите, там, обои, там, Зиновия, Колобанова. Ну, вот, нету данных, ну, значит, не было боя. А таких лакун очень много. А народ помнит. А народ и вот это священное чувство памяти направляет на это. И история вдруг предстает в своем истинном виде. Поэтому вопросы памяти очень важны, очень серьезны. И вот ими я занимаюсь именно как священник, потому что вечная память – это такой церковный феномен. Наши архивы всегда были самыми лучшими, мы всегда к этому относились серьезно. И не только провозглашали эту вечную память, мы ее и творили, и творим, что вот мое недостоинство и делает. Помогай вам Бог, спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Продолжение следует...